Могу сказать, что, как известно, меня вызывали сегодня в прокуратуру на 14.00 в управление, в отдел по исключительным делам и делам, по исключительным вопросам и делам, связанных с организованной преступностью. Как оказалось, речь идет о деле, которое было возбуждено генеральным прокурором Республики Молдова, господином Гуриным, еще 18 января 2014 года, то есть больше, чем год назад. И это давнишняя история о якобы неправильно составленной декларации о имуществе и доходах. Могу сказать, что господин Гуриным, будучи генеральным прокурором, нарушил не только закон о Республике Молдова и закон о статусе депутата, возбудив уголовное дело против депутата, так как все депутаты пользуются иммунитетом, и для того, чтобы возбудить уголовное дело, необходимо было снять этот иммунитет через парламент, что не было сделано. Но господин Гуриным еще и нарушил устав Совета Европы, так как на тот момент, кроме того, что я был в качестве депутата, также являлся членом парламентской ассамблеи Совета Европы. А устав Совета Европы предполагает, что члены ПАСЭ не могут быть преследованы без снятия соответствующего иммунитета в рамках ПАСЭ. То есть были проигнорированы и национальные нормы национального законодательства, и международные правовые акты, которые Республика Молдова ратифицировала в момент вступления, при вступлении в Совет Европы. Ну, честно говоря, мне даже как-то неловко говорить о некоторых деталях того, что инкриминируется, потому что я думаю, что любому здравомыслящему человеку в нашей стране будет просто смешно. Ну, например, меня подозревают в том, что я сокрыл 19 акций молдавских предприятий на общую сумму 190 леев. Подчеркну, не тысяч леев, не тысяч евро, а 190 леев. Речь идет об акциях, которые достались мне в результате боновой приватизации, о которых я просто не мог даже знать, так как я был на тот момент еще несовершеннолетним ребенком. Вот один из пунктов, по которому меня подозревают, это как раз акции на 190 леев. Кроме всего, кроме этого, якобы я не задекларировал два карточных счета на общую сумму в 0 евро. Ну, эти карточки уже давно истекли, банковские карточки, просто по какой-то причине банки не закрыли эти счета. Ну, опять же, 0 евро. И прочие вот такие мелочи, которых даже, ну, не стоит, наверное, упоминать. Конечно же, это дело, я считаю, тогда было открыто не случайно, год назад. Это было и остается делом политическим. Почему-то генеральный прокурор подошел выборочно к тому, на кого открывать дело. Мы знаем, кому подчиняется этот генеральный прокурор. Имя этого человека на слуху у всей страны. Его зовут Владимир Плохотнюк. Я думаю, что это дело было возбуждено по указке сверху. Непосредственно надо было каким-то образом запугать меня, запугать других депутатов, надавить. Ну, ребята не включили фантазию. Вот, пошли шаблонно, просто возбудили дело, а, как говорят, был бы человек, вот, а дело найдется. Вот, по такому принципу они пошли. И я считаю, что это тот факт, что сегодня это поднимается из Нафталина, вот, подобного рода дела, это, опять же, сигнал для других оппозиционеров, что за их оппозиционную деятельность они будут преследоваться. Есть за что, нет за что, вот, будут преследоваться. Их будут таскать по прокуратурам, их будут обвинять в чем-то, в подконтрольных СМИ телеканалах, в подконтрольных власти телеканалах, СМИ. То, что происходило, как вы помните, год назад, когда все телеканалы, принадлежащие Плохотнюку, истерили о том, что Петренко сокрыл доходы и имущества. Вот, оказывается, можно в нашей стране скрывать имения, многомиллионные в евро, находящиеся на Женевском озере. И речь идет о Плохотнюке. И из-за этого ничего не будет. И можно скрывать, в кавычках, скрывать акции на 190 леях. Из-за этого будет возбуждено уголовное дело аж самим генеральным прокурором. Я думаю, что мы обязательно проинформируем и парламентскую ассамблею Совета Европы на этот счет. Потому что один из пунктов, по которому меня подозревают в сокрытии доходов, является, как написано, незадекларированное мое членство в качестве вице-председателя группы объединенных европейских левых в парламентской ассамблее Совета Европы. Ну, это вообще нонсенс, потому что эта работа была политической на общественных началах. И за это члены ПАСЭ не получают вознаграждения. Я думаю, что это первый такой уникальный случай для практики ПАСЭ, когда члены ПАСЭ преследуются уголовно за то, что они занимают те или иные должности в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы. Спасибо вам.